В бард-клубе «Альма-Матер» детей гораздо больше, чем родители. Небывалый для молодежи интерес к авторской песне начался недавно. В столице проходит детский бардовский фестиваль «Слушай и скажи». Участие в нем приняли уже 300 столичных школьников, но это не предел, уверены организаторы. На третий отборочный тур они ждут 600 участников, но на заключительном галаконцерте споют только 25 счастливчиков. Мы заинтересованы, чтобы наш жанр жил, чтобы у него было продолжение, чтобы у нас была передача эстафета поколений, скажем так. Чтобы бардовская песня жила, чтобы она не умирала, а звучала уже в устах самых юных, самых молодых и очень талантливых ребят. В одном зеркальном озере полощется рассвет, там балерина юная танцует сотни лет. Без имени, без адреса, без всяких паспортов. Ее придумал Андерсон, ее придумал Андерсон. И ей придумал Андерсон прекрасную любовь. Юные барды исполняют как свои песни, так и тексты великих предшественников. Особой популярностью у московских школьников пользуется Высоцкий и Акуджава. Несмотря на то, что многие из них взяли в руки гитару полгода назад, все намерены бороться до победного. Ребенок может там немножечко путать аккорды или путать какие-то слова, но при этом в нем видна индивидуальность, некий артистизм, искренность, то, конечно, на него обратят больше внимания. Хороший русский язык, он заложен на генетическом уровне в любом человеке. И чем раньше человек, пусть с помощью песни, произносит правильные, точно построенные фразы с глубоким смыслом, тем быстрее он, естественно, развивается. Сегодня всех участников наградили почетными грамотами и памятными призами. Но впереди третий тур. В финальный голоконцерт попадут те, кто всерьез и надолго влюбился в романтику бардовской песни. Ольга Кирачук, Ростислав Бочкарев, Телеканал Доверие.